Последний звонок прозвучал в пятницу во всех Ивановских школах. Праздничную ленточку выпускника 2015 года в нашем регионе на деле более 4 тысяч человек. Для виновников торжества сегодняшний день – отправная точка новой взрослой жизни. Каждому будущее видится по-своему. Планы, конечно же, грандиозные, по-другому и не скажешь. Планирую поступать в Москву, в юридическую академию. Ну, хочу стать юристом-международником, а там как получится. Но, конечно, не забывая родную школу, без этого никак. Любимые учителя, особенно гуманитарного цикла. Я планирую поступать в энергоуниверситет. Надеюсь, что ЕГС дам достойно и смогу пройти. Кем будешь? Ну, планирую работать, возможно, на атомной станции или что-то связанное с энергетикой. Люди, без которых эти смелые планы никогда не исполнились бы. Учителя. Для них охапки цветов и слова благодарности. За годы учебы преподаватели успели буквально сродниться со своими учениками. Поэтому последний звонок для них – грустный праздник. Это для меня особенный, потому что в моей педагогической практике это первый раз, когда я ребят провела со второго класса по одиннадцатый класс как учитель-предметник. Поэтому я их знаю очень хорошо, и они стали частью моей жизни. Конечно, любой последний звонок – это грустно. Но, тем не менее, мы вчера, когда с ребятами общались на эту тему, я понимаю, что они стоят на пороге взрослой жизни. Несмотря на то, что они прощаются со школой, все равно они очень тесно связаны со школой. Я надеюсь, что они будут приходить ко мне. Ну, а я в моем сердце, они навсегда. Вчерашние школьники и сами грустят по веселым урокам, дружным одноклассникам и любимым учителям. Казалось бы, только вчера, как эти первоклашки, они с любопытством рассматривали свой школьный кабинет и друг друга. И вот настала пора прощаться. Я даже никогда не думала, что будет так грустно уходить из школы. Как-то все время хотелось повзрослеть, а сейчас наоборот. Взрослая жизнь как-то не торопится ко мне, я так думаю. Хочется еще поучиться, может, годика-два-три еще побыть здесь с учителями, с родным классом. Впереди первое во взрослой жизни испытание, экзамены, от которых зависит будущее. Но это будет потом. А сегодня они прощаются со своим детством. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.